За полтора года наша жизнь сильно изменилась. Появились новые эпидемиологические правила. Инфекция COVID-19 скорректировала наши будни и стала настоящим вызовом для общества. На первый план в борьбе с инфекцией вышли медики. И сейчас мы видим, как болезнь медленно, но верно отступает. Несмотря на все сложности, сфера здравоохранения показала, что возможно перестроиться под новое реалие и не делать паузу и продолжать развиваться дальше. О том, как сегодня обстоят дела в Ницине и Чуваши, расскажем в программе «Главная тема». Здравствуйте! Больница скорой медицинской помощи в Чебоксарах. Именно сюда в марте 2020 года привезли первого зараженного коронавирусом пациента. Сейчас здесь мало что напоминает о ковидном режиме, но в разгар пандемии в БСМП было развернуто более 500 коек для приема инфицированных больных. Сейчас медучреждение работает штатно. Алла Леонидовна, здравствуйте! Здравствуйте! Мы находимся в коридоре, где был санитарный пропускник, шлюз в красную зону. Действительно, пандемия коронавируса стала таким вызовом для всех. И вы выступили руководителем рабочей группы оперативного штаба. Как сфера здравоохранения показала себя в такое непростое время? Первое, что показала отрасль здравоохранения, это готовность к экстренной мобилизации. И, конечно, мы столкнулись с такими проблемами, что оборудование медицинское. И наш глава созванивался с Минпромторгом России, включал личные коммуникации, проговаривали для того, чтобы была организована срочная поставка аппаратов искусственной вентиляции легких в наши больницы. Следующий вопрос – это средства индивидуальной защиты. Перешли наши предприятия на то, чтобы выпускать средства индивидуальной защиты. В кратчайшие сроки было перепрофилировано около трех тысяч коек, которые в нашей мирной жизни работают на различные заболевания и оказывают плановую медицинскую помощь. Алла Леонидовна, спасенная жизнь – это, без сомнения, заслуга медицинского персонала, начиная от врачей до санитаров. Как вы оцениваете их работу? Те беспрецедентные меры, которые были предприняты, силы воли, характер врачей нашей республики, конечно, и позволили спасти многие жизни, стабилизировать ситуацию. И сейчас, уже оборачиваясь назад, мы понимаем, сколько было всего сделано. Более 8 тысяч врачей работали над тем, чтобы спасать жизни пациентов. Но в помощь, и это очень важно отметить, к нашим врачам пришли и волонтеры-медики. И вы знаете, когда мы с ними встречались, это тоже есть и преемственность поколений, есть пример родителей, которые тоже врачи. Но в то же время, это сегодня ребята, которые, понимая, что они учатся на медфаке или в медицинском колледже, четко понимали свой долг в нужный момент прийти для того, чтобы помочь старшим коллегам спасать жизнь. Сейчас у нас в Ресволье активно проходит вакцинация. Каким образом сейчас налажена работа, чтобы не каждая, но большая часть населения смогли, а имели возможность привиться? Более 500 тысяч жителей нашей республики 100% должны пройти вакцинацию для того, чтобы у нас возник коллективный иммунитет. Более 140 тысяч доз за это время вакцины поступило в нашу республику. И сегодня главное, что должен себе каждый сказать, житель, что здесь надо думать уже не только о себе, провакцинировался я или нет, а именно о своих близких, о родственниках, о пожилых родственниках. И здесь уже лозунг самый простой – это «сбереги своих близких». И сделай вакцинацию. Сегодня у нас организовано более 50 пунктов на территории Чувашской республики. В районах, где сложная доступность и территориально поселения располагаются, то там выезжают специально созданные бригады. Инфекционные заболевания маленьких пациентов теперь лечат в современном корпусе городской детской больницы. В новом здании, возведенном в ноябре прошлого года, оказывается качественная и доступная помощь. Раньше все было далеко не так. Многие помнят о стесненных условиях и как койки для пациентов стояли прямо в коридорах. Что изменилось с открытием нового корпуса детского инфекционного стационара? Сегодня это по две, по три койки в современных палатах, где созданы условия и с душевыми. А когда ребенок маленький, и мама на нервах, и температура высокая, как важно, чтобы мама с малышом были в современных комфортных условиях, и у врачей были все возможности для того, чтобы оказать быструю квалифицированную помощь. Надежда Валентиновна, как изменилась работа персонала в новом инфекционном стационаре? В настоящее время нашим больным мы можем оказывать неотложную помощь диагностическую и лечебную уже в условиях палаты, имея мобильную диагностическую технику, ультразвуковую, рентгенологическую, лабораторную. Новый корпус имеет боксированные и полубоксированные палаты. Боксированные палаты созданы для высококонтагиозных детских инфекций, и больные могут поступать сразу через застекленные специальные террасы, не контактируясь с другими больными. Многие пациенты, которые здесь проходили лечение, говорят, что значительно ускорилась процедура получения результатов. С чем это связано? Если раньше, к примеру, в лабораторию отправлялись те анализы, которые брали у ребят, это занимало до суток, то сегодня лаборатория здесь, прямо в больнице, позволяет в течение даже двух часов по некоторым инфекциям получить понимание, чем ребенок заболел. И это нужно в первую очередь врачам для того, чтобы четко понимать, от чего лечить. Как в республике целом меняется детская медицина и какими темпами все это делается? Я считаю важным зафиксировать тот момент, что все детские поликлиники сегодня обновлены с точки зрения и логистики, и создания мест для родителей, зоны ожидания. И все, что касается бережливой поликлиники, все это пришло во все детские поликлиники республики. Бережливая технология – это в первую очередь понятная навигация. Например, в городской детской клинической больнице расположение кабинетов можно узнать с помощью телефона, поднеся его к табличкам с QR-кодом. Внедрена электронная медкарта и электронная регистратура. По-новому работают процедурные кабинеты, когда у специалистов все под рукой, это здорово экономит время. Медосмотр легче стало намного проходить. Раньше, если можно было прийти в разные дни на медосмотр, а сейчас все сразу проходим, без очередей, все удобно. О таких же условиях мечтает и в республиканской клинической больнице. Сейчас это отдельные корпуса, которые были построены в 50-70-е годы. Здания уже не отвечают современным требованиям. Даже ремонт проводить бессмысленно. В связи с этим принято решение о строительстве новой республиканской клинической больницы. Что это такое? Это целый комплекс, многофункциональный комплекс, который будет включать в себя как многополазочные корпуса, в соответствии со всеми современными нормативами, которые будут позволить, как говорится, касса медицинской помощи в комфортных условиях. Также в состав и в комплекс новой больницы будет входить инфекционный стационар, перинатальный центр, скорая медицинская помощь, также центр трассовой медицины, а также региональный сердечно-сосудистый центр. Также будет в условиях этого учреждения. У республиканской клинической больницы проблем немало. Как их планируют решать? Республиканская клиническая больница, она состоит из достаточного количества корпусов, которые были построены в 60-е и 70-е годы. Ну и, естественно, сколько ни ремонтируй, ни приводи в порядок, они в любом случае не смогут конкурировать с теми условиями, которые создаются в Москве, на примере коммунарки, которая стала с точки зрения логистики, организации, установки и возможности установки современного диагностического оборудования таким примером. И сейчас идет серьезная работа вместе с Министерством здравоохранения Российской Федерации, по утверждению этого задания, по согласованию с ними потребностей. И также важный вопрос, который дополнительно сможем решить, это возможность синхронизации узких специалистов в одном центре. Качественная медицинская помощь должна быть доступна и для жителей села. Причем все должно быть в шаговой доступности. Это одна из главных целей национального проекта здравоохранения. В сельском местности появляются новые фельдшерско-акушерские пункты. Ни для кого не секрет, что на селе очень хватает специалистов именно узких. Как этот вопрос планируют решать на уровне республики? Конечно, это очень вопрос остро стоит во всех муниципалитетах, во всех больницах. Мы это вместе с Министром здравоохранения четко для себя зафиксировали и видим это, но не бездействуем. Специалисты, которые востребованы районом, которые необходимы жителям, будут приезжать, проводить осмотр и, соответственно, или корректировать лечение, которое уже выписано, или направлять уже ведущие республиканские больницы на дополнительное лечение в стационар. В прошлом году в Чувашской республике было построено 9 фельдшерско-акушерских пунктов или ФАПов. В этом году мы говорим о цифре в 54 ФАПы. Там же сегодня организовывается и оснащение лекарственными препаратами. То есть главная задача – приблизить медицину к пациенту, чтобы мы смогли организовать сеть доступности наших медицинских учреждений, с точки зрения, повторюсь, первичного касания. Мы очень рады, что появился новый ФАП. Ну, конечно, разница очень большая, как небо и земля. Тут все чисто, красиво, светло. Также немаловажную, я считаю, роль играют мобильные фельдшерско-акушерские пункты, которые оснащены маммографами, которые приезжают тоже по утвержденному графику, делают диагностику. То есть это тоже уже приезд диагностического оборудования для того, чтобы на ранней стадии своевременно выявить заболевание, чтобы быстро его откорректировать. Следующее важное – около 50 автомобилей скорой помощи в прошлом году были поставлены на село. Помощь приходит значительно быстрее и может оказаться очень своевременной. Анна Леонидовна, сейчас мы находимся в аккредитационно-симуляционном центре. Здесь с нами рядом стоят студенты ЧГУ медицинского факультета. Расскажите, какая роль отведена этому центру при подготовке кадров? Общее обучение по времени для того, чтобы врач соответствовал качеству своей профессии – это около 8 лет. Сегодня, конечно, есть возможность после 6-летнего обучения уже приступить непосредственно к своей работе и оказывать приемы, уже закрепиться и начинать свою трудовую деятельность для молодых врачей. Здесь мы находимся сейчас на медицинском факультете ЧГУ. И вот тот самый аккредитационно-симуляционный центр, он вообще уникален для страны. Сегодня он не только позволяет студентам научиться навыкам проведения операций, стоматологии, оказанию первой медицинской помощи, по большому счету все направления. Ведь недостаточно только теории. И мы сегодня благодаря этому центру получаем врачей, которые обладают практически навыками реальных операций, реальное оказание помощи больным. Второй важный момент – это возможность, и только у нас на медфаке ЧГУ более 500 ребят по квоте получают возможность бесплатного обучения в рамках договоров и также дополнительные стипендии. Например, студенты по 3 тысячи рублей в месяц, ординаторы по 5 тысяч рублей в месяц. Вот таких ребят сегодня обучается в целом во всем факультете около 500. Решить кадровый вопрос помогает целевой прием студентов. Так будущего специалиста закрепляют за какой-либо медорганизацией. После получения диплома он там должен будет отработать не менее трех лет. В рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения ЧГУ» к квалифицированными кадрами молодым специалистам предоставляют ежемесячную компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг. А тем, кто работает и проживает на селе, субсидии на строительство и покупку жилья. Ипотечные кредиты до 1% годовых и еще ряд преимуществ. А с точки зрения будущего вы планируете оставаться на территории ЧГУ? Работать в наших больницах? Или планируете дальнейший переезд, выбор, что родители советуют, что педагоги в университете? Планируем оставаться в ЧГУ, отработать в КГУ, далее поступить в аргенатуру, например, пройти обучение по хирургии и снова вернуться в свой район. По плану Минздрава ЧГУ через 4 года дефицит кадров должен сократиться. Больницы должны быть обеспечены врачами на 95% и на 98% средним медперсоналом. Это важнейшая задача, от которой зависит дальнейшее развитие отрасли. Ну а медицинские работники в эти дни принимают поздравления. Уважаемые медицинские работники, примите мои искренние поздравления с вашим профессиональным праздником. Вы наша опора, наша надежда. Желаю вам, конечно же, здоровья, вам, вашим близким и вашим пациентам. С профессиональным вас праздником! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова